Я нахожусь на ретрите Светланы Лавровой сейчас. И чем я занимаюсь? Я записываю видеоотзывы ребят в таком красивом месте. Давайте я повернусь. Смотрите, какое шикарное место, вообще просто невероятное. И обычно после каждого ретрита мы оставляем такие видеопослания самим себе и другим людям, кто хотел бы приехать на ретрит, кто наблюдает за каналом Светланы. И, конечно, задавая вопросы, я всегда надеюсь, что мы сможем как-то очень кратко, но ёмко протранслировать те впечатления, те ценные моменты, которые мы здесь переживаем, которые каждый здесь для себя обретает. И очень ценно, что есть возможность поделиться этим с каждым, кто смотрит канал Светланы Лавровой. Я очень рада, что я сама участвую в этом процессе. И за последний год я посетила все ретриты, все перезагрузки, все мероприятия. Я рада возможности быть полезной, быть частью команды организаторов этих мероприятий, наблюдать трансформации ребят. Потому что, конечно, в таком объёме я бы не могла уделять время ретритам, если бы это не было бы частью моей жизни, если бы я не была с организатором этих мероприятий. И таким образом моя жизнь сейчас устроена, что я наблюдаю. Наблюдаю за тем, какие ребята приезжают. Какие ребята становятся на момент завершения ретрита. Всегда это трансформация, это всегда какие-то изменения. И я рада видеть ребят по прошествии какого-то времени, когда прошли распаковки по возвращению домой в течение месяца-двух. И ребята, приезжающие, не первый раз делятся уже именно не просто впечатлениями, а именно результатами, как эти инсайты открылись в их жизни. И сама я тоже пронесла, прожила через себя этот опыт и понимаю, что это работает именно так. Один момент – это то, что ты во время ретрита что-то осознаёшь, наблюдаешь, открываешь какие-то двери, инсайты, которые ты получаешь. И другой момент совершенно – это то, как это в моей жизни потом реализовывается. Через моё делание, через мои выборы, через какие-то мои поступки, решения, направления жизни, которые я выбираю или не выбираю для себя. И это всегда очень интересно. Большая ценность для меня – приехать на ретрит и встретить тех, кого я здесь уже видела, и пообщаться с ними на эту тему. Как распаковался ретрит в жизни, как это в материальной жизни, в социальной, удалось реализовать. И вот я устроила такую жизнь себе, что я свидетель этих процессов, интервьюер этих процессов. И я этому очень рада. Светочка, я очень тебя люблю и очень тебе благодарна, что ты организовываешь эти ретриты, что собираешь нас всех вместе в таких красивых местах. Я не знаю, оказалась ли бы я здесь без тебя. Тем более я не оказалась бы в таком объёме за год в таких местах. Это точно. Этот импульс, который ты посылаешь, он очень ценен. Твоя искренность и твоя простота – это очень привлекательно. И то поле, которое ты несёшь с собой, то поле, которое вообще в безмолвии может выстраивать лично моё сознание, моё самоощущение на какой-то совершенно иной лад, для меня это очень ценно. Часто меня спрашивают ребята, кто собирается на ретрит, а что там будет, какая программа. Ну вот лично мой опыт такой, вот я просто сейчас про себя скажу, да. Вот для меня не так важна программа. Мне просто надо быть в поле свет, свет твоём. И просто от того, что я с тобой в твоём поле, у меня моя программа, моего сознания, она выстраивается в такую структуру, в которой я себя ощущаю по-другому. Ко мне приходят иные мысли, иные решения, иное самоощущение. И если бы это было один раз, я бы подумала, что это случайность. Но когда это происходит каждый раз, я, конечно, вижу эту закономерность. И поэтому я это фиксирую здесь, именно как благодарность тебе. Всё, я жду следующего участника. И мы сейчас продолжим писать отзывы для вас, ребят. Кто ещё только думает. Я хочу сказать несколько слов отдельно про вот то место, где мы сейчас находимся. Это Каракольские озёра. Это Алтай. На Алтае мы проводим уже вторую программу. Светланы Лавровой. В прошлом году это было место на берегу Катуни. В этом году снова были мы на берегу Катуни. А сейчас приехали ещё на Каракольские озёра. Это невероятно красивые места, дикая природа. Я не знаю, видно вам или нет. Но это совершенно прозрачная вода, которую можно пить прямо из озера. Это какие-то невероятно потрясающие виды. Мы вчера поднимались в горы, смотрели на эту группу озёр сверху, смотрели на ледники, делились снегом в июле. То есть это такие незабываемые впечатления. Это впечатления на всю жизнь. И не просто визуальные впечатления. Это то, что трансформирует тебя внутри. Потому что ты не можешь остаться прежним, когда смотришь на этот простор, на это великолепие природы. Когда ты в этом маленькая часть, но ты часть. И ты понимаешь, что это всё и есть ты. И этого всего простора, красоты, великолепия не было бы. Этого бы не было, если бы не было меня. То есть я вижу это, потому что есть я. И это был мой запрос на ретрит, на этот ретрит. Собраться, собраться, ещё больше ощущать себя, не терять связь с собой. И это то, что я получила.